доброго времени суток сегодня такой микро обзорчик учебно-тренировочного патрона немецкого недавних обновках у меня пришел в последних крайних обновках значит вкратце по нему какая его задача на нем тренируют ну допустим там заряжать разряжать винтовку и так далее то есть это так называемый даме то что в англоязычных называется даме вот сейчас по клим раз мы разберем заодно и скажу как он называется сделан физически как технология производства его он видите цель натянутая но не цель натянутая гильза гильза монолитная но она вот большей длины формовалась а здесь вот чем-то на носики то ли запаивалась то ли как-то завальцовалась то ли какая-то вставочка но пилить и естественно не буду вот попадались они мне раньше я их особо как бы не брал но это вот не в посылке добивку сделали ну как бы пусть уже остается запасных вариантах но сейчас по клеймам п пол пол тверки как она там пол терматура он дом машинным фабрик то есть завод изготовитель макгород пакты бург привет родному городу оператора сани так 39 это 39 год не знаю когда точно но сорок первого года пол ты уже аукс трехбуквенное обозначение маленькими буквами ну вот а в тридцать девятом еще видите такая более меня открытое обозначение не шифрованная с ну с такой как бы точкой я так подозреваю это смысл звездочка то есть материал латоня но действительно не магнитится и вот здесь е икс это означает эксессию патрон то есть учебные ну как бы тренировочный что смыта я означает здесь вместо капсуля такой зачаток как бы капсульного гнезда выштампован углубление шип ударник свободно туда бум ну то есть при тренировке спуске сейчас это называется холощение то есть работа с оружием либо вообще без патронов либо отцу такими учебными патронами то есть когда снаряжают на скорость отрабатывает движение как оперировать с оружием то есть быстрее осуществлять операции так с ним ну вот для тех же целей ну и скорее всего и для оружейников также то есть видать в оружейных мастерских скорее всего не используясь в том числе для проверки механики потому что были какие-то полевые винтовки чинили там пулеметы и состояние нормальное ничего что я с ней сделал протер на шатырем и с содой почистил потому что суда не является абразивом вот на шатырем протел проступила желтенькая латунь и убрался оксид ну а так все остальное больше ничего не делал вот такой небольшой добавочек не основную коллекцию но на этом все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности